Спасибо, Алекс. Действительно, доклад называется Behat Internals. Я надеюсь, что после этого доклада вы сможете написать свои Behat-тесты, и это будет действительно просто. Свой доклад я хочу начать именно с того, что такое BDD. На самом деле, начиная тестирование на Behat в ОРО в апреле этого года, у меня стояла задача сделать UI-тесты на Behat. Но потом я начал немного вникать в историю, и я понял, что Behat это далеко не только тестирование. Это Behat это BDD-фреймарк, а BDD это методология разработки. Поэтому я хочу, чтобы мы еще раз подумали о том, что такое BDD, и с вами немножко поговорим о этой теме. Она будет не техническая, это будет интересно всем, даже там, не знаю, бизнес-аналитикам, чат, любым. Вторая часть доклада будет именно посвящена коду. Там я буду вас парить адским кодом. Вот, и последняя часть, это будет конкретно наша имплементация, но ОРО, как вы знаете, а может не знаете, это open-source проект, поэтому вы сможете найти весь этот код на GitHub, сможете его взять себе, не знаю, подредактировать, и оно будет работать точно так же классно. Итак, что же такое BDD? Вот, вот эти педвенчики, которые думают, что они знают, что такое слон. Примерно такое же BDD. Все мы разные, и каждый видит что-то свое, каждый понимает под словом слон, что-то свое. Кто-то видит татуэтку, кто-то видит живого слона, кто-то еще что-то, может, игру какую-то. BDD пришел к нам из методологии TDD и LTDD. BDD, кстати, более 10 лет. Вот. И что такое TDD и LTDD, я думаю, вам объяснять не нужно. Вы это все знаете, но я просто напомню, что нам нужно написать тесты перед тем, как написать код. Что это нам дает? Мы, значит, лучше понимаем то, что мы… Тот код, который мы будем писать. Это дает нам тесты, стабильность тестов, потому что тесты проходят снова и снова. Кстати, одна из причин нестабильных тестов, это когда мы писем тесты в конце, тесты прошли, замажили по request, и через где-то 10 билдов тест начинает падать. Ну так, раз в 10 билдов. Знакомая ситуация? Ну вот это, кстати, TLD. Используя TDD, у вас такого, скорее всего, не будет. Вот, но также для этого нужно время и немного поменять свой мозг. Сегодня Вильям рассказывал о том, как писать документацию, вернее, как писать REST. Ну, на самом деле он рассказывал, как писать документацию, потому что писать документацию перед тем, как писать REST, это что-то новое, да, и не все готовы к этому. Точно так же не все готовы писать тесты перед тем, как писать код. А что такое BDD? Вот, вы можете представить себе вот такую фабрику, и там есть много разных людей, которые чем-то заняты, и вы не оказаны знать, как шить или как кровить, или как... Не, ну вы можете знать, как пришивать куговицы, допустим, да? И если вы пришиваете куговицы, то знаете, что вот этот чувак вам принесет пиджак, и вы пришьете куговицы. То есть вы знаете, кто что делает, но вы не знаете, кто, как конкретно он делает. Вы не можете заменить этого человека, который гранит. Но вы знаете, как он делает, и что он делает, и какой результат это приносит. Собственно, об этом и есть BDD. То есть мы должны понимать, что происходит в нашем аппликейшне, что происходит в нашем коде. Когда вы думаете о своем коде, о своем аппликейшне, вы ставьте эту фабрику, и вам станет легче. Какие проблемы в основном решает BDD? Здесь я взял, значит, немного скопипастил с книги The Red Dead in Action. Кстати, здесь ссылочка там была в конце. Джон Фергюсон Смарт. Рекомендую прочитать. Это даже будет полезно не тем, кто пишет тесты, а бизнес-аналитикам, менеджерам, всем, кто занят решением конкретных проблем. Мы с вами люди технические, пишем код, решаем тоже свои проблемы. Но на уровне аппликейшна эти проблемы немножко другие. Так вот, на уровне аппликейшна есть два, две, two kinds of problems. Первую мы уже хорошо научились решать. Это нам нужно сделать проект правильно. И это все, что... Ну, сюда надо бы добавить BDD, да, наверное. То есть, если вы какие-то из этих понятий вам не знакомы, то я советую вам сразу же после Symfony Camp сразу же приняться за обучение. Это все очень важно. это как схема для какой-то компонента. Если у вас нет схемы, вы не сможете ничего сделать. Ну, вы будете пытаться, но оно у вас будет не работать. И потратите намного больше времени. Поэтому строить проект правильно очень важно. Но также правильно, но также важно строить правильный проект. Есть такая организация Хаос. Кто назвал организацию Хаос? Я не знаю. Типа... Это акроним, но он... Хаос. В общем, они очень классные штуки инвестигейтят по поводу того, почему проекты проваливаются. И там такие суммы в миллиардах долларов, что становится страшно. Ну, как бы, когда проект маленький заправился, а не вышел в продакшн, окей. Но когда проект влили там несколько десятков миллиардов долларов, а потом оказалось, что на выходе получили не то, что нужно, это печально. Так вот, значит, по их мнению, по их исследованию 45% фич можно интерполировать на проекты. 45% проектов вообще ненужны. Это ненужный код, ненужная фича. И не нужно вообще никому. Ну, это вы знаете, да? Кто-то плачет, кто-то смеется. Ну, как бы, здесь что важно? Для меня важно вот это верхнее полностью колосса, картинки, да? То есть, как, 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 клиент объяснил, а как project manager понял, как аналитик это документировал, как программер это сделал, это кто-то не важно, ну и там еще кто-то. А в итоге, что нужно было клиенту? То есть, клиент на самом деле сам не знает, чего он нужен. Он, типа, объяснил, вот, а ему нужно вот. И это, как, знаете, вы играли в детстве в испорченный телефон. Когда кто-то говорит, и когда оно доходит до конца цепочки, мы уже, это совершенно не то, что было в начале. Это смешно, но в жизни получается не очень. Вопрос. Кто? Нет, только что прозвучал правильный ответ, но очень не смело. Кювей. For my English speaking colleges, this is a developer, this is a tester. A developer asked, a developer said that we already finished functionality, and a tester asked, how many bots you have now, and yes, poker face. So, знакомая ситуация, да? Ну, то есть, 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 есть такое мнение, есть такое мнение, неподтвержденное, но возможно у вас такое тоже случалось, мы тоже о таком думаем, что QA, тестеры, знают о багах до того, как вы закончите делать функционал. Они уже знают, где эти баги, как только вы выкатили этот функционал, они такие, хоп, а у тут баг. Как? Ну, в общем-то, да. И что в этом, что в этом случае можно сделать, чтобы, ну, чтобы это исправить? Потому что на самом деле это смешно, но это проблема. Как и всякая проблема, мы почему-то с проблемой смеемся, нам так легче жить. Есть решение? Мы должны стать друзьями. Мы должны наконец-то помириться бизнес-аналитик, QA и девелоптер. Не вариантов. Да, не вариантов. Мы просто должны понять, что то, как мы общаемся, по ходу, ну, оно предсказывает результат. Чем лучше мы общаемся, чем лучше мы понимаем друг друга, тем правильнее проект мы строим. То есть, вот эти две проблемы, первые мы научились решать, мы только что говорили про DDD, про тестинг, это все классно. Но как построить правильное приложение, как построить то, что нужно действительно клиенту? И здесь есть как бы решение в, именно, в общении. То есть, чтобы вы понимали, BDD и цепо от конверсейшн. Это о том, о том, что мы должны уметь договариваться. И когда есть два создателя BDD, это Лиз Кео и Даннорс. Лиз Кео мне очень нравится, у нее очень хорошие доклады. И вот она рассказывала о том, как 10 лет она неправильно рассказывала о том, что такое BDD. 10 лет. Сейчас она, ну, вроде думает, что она правильно, я думаю, через 10 лет она еще один доклад сделать 20 лет неправильно рассказывала о том, что она рассказывала. Но у нее был в докладе очень... Там есть ссылочка, обязательно посмотрите. В докладе это же англичане. У них есть... Ну, это английский юмор, вы должны сейчас это понять. Значит, the most wrong thing that ever happened in BDD. Это она говорит сейчас про кукумбры и геркин лэнгвич. Кто знает, что такое кукумбры и геркин лэнгвич? Кукумбры это для геркин лэнгвич. Да, а геркин лэнгвич это вот этот текст, который используется в кукумбре, который автоматизируется. Так вот, это самая плохая вещь, которая случилась в BDD за 10 лет. Почему? Потому что это сделало это возможным использовать. И люди перестали общаться. Не делайте так. Общайтесь. Хотя это сложно. Неотвратительно. Да, действительно. Ну вот, собственно, вот это геркин синтаксис. Суть его достаточно простая. То есть мы говорим есть фича. Фича вернуть товар. Вот у нас есть магазин и мы хотим вернуть товар. Значит, сценарий будет такой. Джефф возвращает испорченную микроумодку. Что нам нужно? Given это контекст. значит, Джек купил микроумодку за 100 долларов. Мы говорим окей. Дальше, что еще? И она сломалась. Окей. When? Когда? Он возвращает микроумодку. Then? Что мы ожидаем? Мы ожидаем, что он получит назад свои 100 долларов. Все просто. Тут не должно быть никакой двоякой имплементации. Мы должны то есть тут четко ничего то есть нельзя по-другому придумать. Джек купил микроумодку, она испорчена, вернул, получил 100 баксов. Дальше все, уже шутки кончились. Сейчас будет все серьезно. То есть выход inside out. Кстати, я забыл сказать, что выводов в моем докладе не будет, потому что, ну, как я сказал, Лиз Кео не знает вообще, что она делает. Она уже 10 лет это делает. то есть куда мне. Я думаю, мы на QA question answers что-нибудь проясним для себя. Ну вот, Behat inside out. Что нужно вам знать для того, чтобы сделать Behat тесты классными и вообще. Значит, что такое? Вот вы видели Birkin's Syntaxes, да? И вот, собственно, вот этот Birkin's Syntaxes, но только каждая строка, она матчится на какой-то BKP callback. И над этим BKP callback написаны RegExp, который, собственно, матчит это. И вот вы видите, да? I click delete, и вот этот delete, он приходит как title, как параметр в метод. Ну, то есть все. Что вы дальше с этим делаете? Ну, это ваше дело. Но суть очень простая. Вы берете текстовый файл, каждая строка у него матчится на какой-то PHP callback. Дальше вы имеете дело уже с PHP. Это для вас, для бизнес-аналитика, Geogium Syntaxes, для вас, для бизнес-аналитика и для QA, и для вообще любого человека. А PHP-код только ваш. Держите его чистым. Как это все работает? Значит, я буду дальше говорить про EI-Test, BDD это не ее. это не равно EI-Test. Ну, как бы это сложно понять, но неважно, забудь. Значит, есть консоль, вы набираете winbhut, то есть вы запускаете эту команду. Дальше эта команда берет все ваши вот эти фичи, которые вы написали, или там QA написали, QA должен писать фичи, да? Вот они он берет и начинает матчить каждую строку на PHP-код что делает этот PHP-код блядь? Чаще всего если это EI-Test, он обращается к Selenium или Phantom, это браузер-эмуляторы, которые либо запускают реальный браузер, либо эмулируют его. Phantom эмулирует браузер, Selenium запускает реальный браузер. И вы видите, как кнопочки кликаются, дропдауны открываются, гриды открываются, что-то ударяется. Ну, в общем, это все очень красиво. Но что такое BeHut? Тут самое интересное. Кто не знает Symfony, тому будет неинтересно, кто знает Symfony, тому классно, потому что BeHut полностью построен на симфонических компонентах. И нам очень приятно, мы любим Symfony, мы любим симфонические компоненты, поэтому нам приятно будет работать с BeHut. Я тут написал, что происходит очень такими большими кусками. Это важно понимать. Когда мы запустили команду, то есть BeHut это Symfony Application, значит, создается dependency жежей контейнер. То есть BeHut имеет свой контейнер, там хранятся сервисы. Все, что хотите, в сервисах делайте, это все dependency жежей контейнер и можно инжектить, передавать, ну, все, что вы делаете в Symfony. Дальше. Создается BeHut команда, она одна. Знаете, что такое консольная команда в Symfony, никуда объяснять. Дальше, команда запускает контроллер. Вообще, я вот, мне приятно думать, что вот мой вот этот BHut контроллер, это контроллер, потому что он принял какой-то запрос и как-то его обработал. Но в BHut контроллере называются несколько другие вещи. Это сервисы, сервисы, естественно, которые выполняются один за другим по приоритету. И последний сервис, он называется exercise контроллер, который будет выполнять ваши тесты. На нем мы поговорим отдельно. и контроллер может вернуть результат. Если этот результат он вернет, ну, то есть, все, прерывается выполнение. Если он ничего не возвращает, следующий контроллер. Да, как на нашей BHut есть extension. Extension тоже вам не будет ничего сложного, потому что, если вы писали computer path, ничего сложного для вас не будет, потому что extension интерфейс наследуется от computer path интерфейса. Что делает computer path интерфейса? Он, то есть, обрабатывает каким-то образом контейнер, возможно, там, тегированные сервисы работают или еще как-то. Extension, он еще имеет дополнительно configuration key и может принимать какую-то конфигурацию. Вот это extension. Последний extension это наш extension, он лежит на GitHub, вы его можете использовать в Excel. Simple extension для того, чтобы интегрировать ваши синхронии приложения, mink extension для того, чтобы запускать ваши тесты браузеры. Остальные extension это core extension, их там намного больше, вы можете смотреть их, ну, действительно полезно, перед тем, как написать свой extension, посмотреть, что писали в гиги-минде. Вот bhat configuration, то есть, неплохо видно на них. Но, тем не менее, там есть extension, первый bhat mink extension, потом bhat synchron имеет свою конфигурацию, которую мы описали там в интерфейсе. Пожалуйста, смотрите, как это описывать. А вот контроллеры. Контроллеры, я люблю контроллеры, вернее, как, контроллеры, но тут на самом деле вот этот кусок кода, это bhat команды. Вот это вся bhat команда. Вот это весь bhat. То есть, можете себе представить, что это весь bhat. Все остальное пишите вы сами. bhat на самом деле вот что он делает, как симфонистская команда работает. Он конфигурится и экзекьютится. То есть, конфигурится, то есть, вы передаете какие-то параметры и их как-то обрабатывают. Execute, вот вы видите, контролеры один за другим обрабатываются. А вот пример этой контроллера. А, контроллер перфейс. Конфигург и execute. И вот bhat контроллер definition. Тут не видно, но тут priority стоит. Игорь. Можно закрыть, да? Окей. О, ман. Я сношу надо это делать. Help me, supporting Игорь. Игорь. Что прошло не так. Поломал. Да, я поломал. Иван Григорь, там поломал. Компьютер. Игорь. Игорь. Ну, вот немножко больше. То есть, это пример команды available suits контроль. То есть, эта команда принимает option. То есть, конфигурация с option available suits. Если мы не передали valuable suite, то следующий контроллер. Если передали, взяли the injection service suite repository, по очереди вывели name и возвращаем. То есть, короче, все. Не надо больше ничего делать. Этот контроллер будет выполнен одним из первых, поэтому до выполнения тестов не дойдет. Вот. BK-контроллер. Опять-таки, не все. Но самый главный или самый классный это exercise-контроллер. Он настолько огромный, там собираются все фичи, потом они там тестятся. Вам стоит посмотреть, если вы собираетесь писать тесты на бихате, то пару часов вы видите на это. Measure execution time контроллер. Это контроллер, который я писал для того, чтобы померить, какой степ, сколько выполняется. Он тоже есть в нашем реквизиторику на вас. Пользуйтесь. Как я сказал, exercise-контроллер очень большой. Я думал, как его вам показать, но потом понял, что такую простую кода, как-то ее блок схемами показать будет очень сложно. Намного проще показать, какие есть ивенты. Потому что это определяет, как работает этот exercise-контроллер. Все ваши фичи, они как-то катаклизированы. То есть есть сьюты. Ну, у нас бандлы это сьюты. Обычно так в принципе и в юнит, и в функциональных, да. Ну, у нас в UI-тестах тоже бандлы это сьюты. Дальше идет меньше блок, это фича. Одна фича это один текстовый файл, в котором написано несколько сценариев. И каждый сценарий состоит из степом. Тот степ это одна строка, которая матчится на PHP Callback. Еще один полезный интерфейс. Я рекомендую, перед тем, как писать BHAT-тесты, посмотреть, какие есть интерфейсы в BHAT. Их там очень много. Они по-разному используются, они очень полезные. Этот интерфейс наиболее мой любимый вообще всеми. Точно так же его используют Symfony 2 Extension для того, чтобы вот этот PHP Callback он же как бы не не висит в воздухе, он принадлежит к какому-то классу. Этот класс называется контекстом. И в этот контекст в рантаме можно инжектировать какие-то штуки. Вот с помощью Context Minitializer можно инжектировать какие-то штуки. Вот это Fixture Waller Initializer, естественно, это сервис, там есть к нему конфигурация. Конфигурация любая, то есть обычная сервисная конфигурация. Ну вот она имплометит Context Minitializer. Что происходит? Во время рантайма, когда мы, ну то есть фичи, они изолированные, вдыхайте, сценарий изолирован, у нас фичи. Фичи изолированные и, значит, билдится вот это все там, контексты, environment, сессия, то есть вся вот это то, что вам, зачем оно вам надо. Но суть в чем? Суть вам надо фикстуру загрузить. Вот надо фикстуру загрузить. Вы берете в контекст, инжектите FixedInitializer и потом в вашем прохоталку отбеке говорите, FixedLoader загрузи мне какую-то фикстуру. Ну, вот как выглядит конфигурация к этому всему. То есть, на самом деле все очень просто. Говорите Tag ContextInitializer, класс такой-то. Естественно, он должен наследовать интерфейс, иначе Error, Fatal. Да. И вот, собственно, что мы написали. Сейчас будет тоже куча кодов, но там есть одна особенность, на которой я хочу остановиться. Это, по-моему, первый слайд. Вот это, это фича с одним сценарием. То есть, вот представьте, это файл, в котором написан вот такой текст. Сверху самая первая строка, это Tag. По нему мы грузим фикстуру. Это отдельно. Но суть его очень простая. То есть, фича имеет название Must Delete Records. Дальше. Описание этой фичи имеет, наверное, глобальное значение. И тут мы должны максимально точно описать, это, наверное, самая сложная задача, что эта фича должна делать. Описывается это в формате In order to as a I want to или I need to. То есть, для того, чтобы мы ставим цель для чего. Потом мы говорим, а кто это будет пользоваться? Этим может пользоваться не только администратор, но и юзер. Может пользоваться там, кто был, sales manager. И что нам нужно для того, чтобы достичь этой цели? Наша цель не удалять рекорды в CRM. Наша цель уменьшить время на удаление этих рекордов. Потому что если у меня будет куча контактов, и мне надо удалить 100 контактов, если я буду по одному удалять, я буду делать это целый день. Поэтому мне нужна фича, которая позволит мне удалять их за один раз. И это сэкономить мне время. Цель, она может быть какая? Она может быть заработать чего-то денег, времени, да, сэкономить времени. Либо, да, сократить затраты. Это как раз сэкономить время. Или защитить прибыль. Ну вот, собственно, три таких. Вот. Это самое сложное. Описать фичу. И тут у меня есть одна запись. Пример. То есть, кто-то спрашивал Билли Мак про то, что клиент попросил сделать там batch persist, что-то такое. 5 рекордов за раз. Это кто спрашивал? Ага. А клиент это кто? Клиент это заказчик. 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 Вопрос. А зачем это заказчику? Какая цель его? Мы таки акты пользуемся как бы другой заказчик, которого я не видел. То есть, тот заказчик. Да. Ну, хорошо. Тот заказчик. Зачем ему? Ему так удобнее. Так удобнее. А что значит удобнее? То есть, это какой-то масс... Хорошо. Если он сделает это один раз, а ваша аппликейшн сделает пять запросов, это решит проблему. У вас будет RESTful API, но, тем не менее, у вас... Но для него это будет как один запрос. Ну, то есть, смотри, получается, выяснив цель, выяснив цель, для чего? Для того, чтобы ему это было удобнее и быстрее, да? Мы можем какие-то действия принимать. Как это сделать лучше? Мы можем сделать это так, а можем так. Я понял. Это техническое. То есть, BDD – это about business. Поведение. Как это ведет себя. То, как это технически реализовано, окей, это может быть так, как вы сделали, одним запросом. Это не RESTful. А можно сделать RESTful? А можно еще как-то сделать? Можно... Я не знаю, как еще. Есть много вариантов. Но суть в том, что есть проблема, да? Какая-то проблема, которую ваше приложение решает. Это самое главное. То есть, если мы не можем описать цель, Лиз Керао говорит, если вы не можете описать цель, не делайте этого. То есть, это самое главное. Мы потратили много времени на цели, но дальше пойдет быстрее. Значит, смотрим, как у нас организовано. Это UI-тесты. Это очень сложно сделать в BDD формате, но тем не менее. Я это попробовал. Вроде получилось. Вы можете оценить. То есть, я захожу на контакты, а когда я отмечаю все рекорды в гриде, я кликаю RID и подтверждаю ударение. И тогда, что я должен увидеть? Я должен увидеть, что у меня никаких рекордов не осталось в гриде. Собственно, Георген Бранзен. Алло. Да. Георген Синтаксис имеет еще такую особенность сценария Outline. Но это в оригинальном BDD называется примеры. То есть, когда вы общаетесь с клиентом, вы это, я сейчас обращаюсь к клиентам, который общается с клиентом, вы можете спросить, а давай мне примеры. А если вот так? А если вот так? А как будет в таком случае? В данном случае это очень просто. То есть, мы отправили письмо от одного юзера к другому, и у обоих этих юзеров в активити листе должны появиться email. То есть, есть Charlie и Брэд, Charlie отправил письмо Брэду, и у обоих юзеров теперь это письмо должно быть в активити листе. То есть, два раза мы не дублилили, мы просто подменили эти плейсхолдеры на какие-то examples. Ну, в реальном, может быть, еще в других примерах это будет веселее. Как с таблицами? Есть еще, есть возможность сделать таблицы. У нас это сделано для заполнения форм. Это очень удобно, потому что есть такой беден антипаттер, когда вы пишете тесты очень UI-специфик. То есть, вы пишете, я заполняю это поле каком-то значении, я кликаю туда-то, я делаю то-то. То есть, мы должны описать это так, чтобы клиент понял. Это для клиента. Ваш PHP-код для вас. Делайте, что хотите там, но это должно быть понятно всем. То есть, мы говорим, что мы заполняем форму такими-то значениями. И здесь все понятно. То есть, есть какой-то label, есть какое-то значение. Дальше у нас эта таблица, она типа table mode, она iteratable. Ну, мы по ней iteratingся и каким-то образом обрабатываем данные в этой таблице. В данном случае заполняем код. ACL. Довольно часто такой случай, когда нам нужно обработать несколько пользователей, они что-то там наделали, и мы смотрим, как это, ну, как взаимодействует. То есть, тут мы видим пример, что я залогнился как администратор, у меня есть пять каких-то рекордов. И есть два юзера, и у каждого по семь рекордов. Окей? Когда у меня, то есть, у меня получается 19 этих рекордов, и мои, вот видите, да, my permissions to deliver as user. То есть, я не могу удалять их рекорды. Значит, я проверяю, что я выделяю все, но я же их все вижу, я выделяю все. Нажимаю deliver и удаляю только пять рекордов. Ну, такой, такой use case. Элементы. Для UI-тестинга, то есть, очень удобно, есть такой паттерн page object, вы о нем слышали. Если нет, то услышите, когда будете разрабатывать на Behate. Есть extension, называется essential app, page object extension. Мы его использовали, или вы его использовали, но потом от него отказались по своим причинам. Ну, как бы вам, вам будет виднее. Все очень просто. Есть какой-то элемент меню, да, он имеет какой-то идентификатор, мы этот идентификатор описали как селектор, написали класс main menu, и теперь мы в этом main menu можем делать какие-то штуки. Например, кликать на ссылки, или там открывать-закрывать меню. Описание элементов достаточно обширное, оно может включать в себя не только класс, ну, селектор может быть не только CSS, но и XPath, и дополнительно какие-то общины можно передавать, например, для форума можно передавать marketing information. Pages. Когда мы, честно признаюсь, я поначалу писал URL, ну, типа URL, я захожу на URL такой-то, я нахожусь на URL таком-то. Это как бы тут есть два момента. С одной стороны мы ассертим, что этот URL мы точно находимся здесь, с другой стороны это не сильно читабельно, и с третьей стороны, когда у нас добавились аппликейшены, которые одну и ту же страницу, на одну и ту же страницу имеют разные URL, ну, как бы вывод очевиден, надо вводить пейджи. Пейджи трех видов для крада, это creation page, index page, и edit page, естественно, должен быть какая-то дата. Инлайн фичи. Вот это самое интересное. То есть, у нас фичи как бы, они как организованы. То есть, мы себе представляем предложение, то есть, когда мы читаем фичи, мы должны себе представлять, что происходит. Иначе, какой смысл это? То есть, behavior, мы описываем behavior, и должны как бы, хотя бы примерно представлять, что происходит. Так вот, для обычного описания такого behavior нужно какой-то контекст. И этот контекст довольно complicated. То есть, мы должны иметь какие-то данные. Вот. Ну, в данном случае, например, несколько юзеров, чтобы потестить, что, там, ACL, какие-то проверки провести. И вот таким образом мы делаем юзера. Внутри это все обязательно наполняется фейкером. Вот. Вот. Поэтому даже крестные маски не обязательно указывать. Ну, для вот примеров таким образом. Дальше мы просто берем и смотрим, что эти два юзера взаимодействия не удаляют, там, друг друга аккаунты. Или наоборот, да. То есть, view accounts as user and delete account as system. То есть, я могу видеть 7 строк. Ну, вовремя как, I have two accounts. То есть, я вижу 3 аккаунта, а удаляю там все. Круто. Inline fixtures. Опять-таки, это фейкер. Имейл – это фейкер. Наполняется фейкером. То есть, вы можете, используя Aura implementation, вы можете вот таким образом писать Inline fixtures. Alice fixtures. Все знают, что такое Alice? Кто не знает, что такое Alice? Не знаете? Супер. Рекомендую. То есть, если у вас есть на проекте fixtures, их, возможно, вам будет приятнее и удобнее писать в Alice. Alice позволяет писать fixtures в YAML формате. Эти fixtures могут наследоваться и инклюдиться, по-моему. В общем, там достаточно много фичей. Есть интеграция с фейкером. Там видно, да? Есть возможность указать relation. И это используется для реально сложных данных, сложного контекста. Потому что там, когда много relation. Особенно у нас в коммерсе, это все. Там только Alice fixtures. Inline никак. 15, да? Можно даже. Окей. У меня всего два слайда. Так что, ну, надеюсь, у вас будут вопросы. Надеюсь. Performance. Я тестировал Performance. Многие жалуются на то, что UI тесты медленные. Это так. Они действительно медленные. Но медленные они не потому, что бихат медленные. Кстати, Alice рассказывала, как в 2007-м она задеплоила версию JBehave 1.0. И вот она создала просто пустые контексты. Ну, то есть одну фичу создала, запустила. Вообще ничего не автоматизировала. Запустила. И эта фича выполнялась два часа. Вот. Ну, да. Она сказала, понятно, почему это никто не использует. Так вот, с бихатом все немножко по-другому. Выполняется это очень быстро. Плохо видно, но я скажу так. Что наше приложение работает 40% времени. 40% времени... 45, да? 45% времени работает Interaction with Browser Emulator. Это либо Selenium, либо PhantomJS. И Phantom работает... Простите. Бихат работает примерно 10% времени. То есть, ну, сам бихат, если вы будете использовать TrueBDD, без вот этого всякого, оно будет в 10 раз быстрее. Круто же. То есть вы можете тестить не UI-тесты. Не делайте плохую вещь, как риски его советуют, не делайте. Тестите свой код с помощью BDD. Описывайте, и у вас будут быстрые тесты, которые тестят поведение вашего кода, и они действительно будут нести какую-то ценность. Вот. Поэтому 90% времени у вас занимает Application, Interaction with Application. Тест стабилити. Ну, я не знаю, тут стоит ли что-то объяснять. У вас есть нестабильные тесты. Я делаю просто. Я запускаю автоматически билды на тревисе и смотрю, какие билды падают. Захожу в билды и смотрю, что происходит. Смотрю скриншоты. То есть одного универсального ответа нету, но как-то да. Тесты падают, они нестабильные. Это проблема. Ну, проблему решать просто так. У меня все. Есть секция Q&A. Есть список литературы. Если вас заинтересовало, можете почитать. Можете посмотреть код на ОРО. ОРО. СРМ. Депозитория. Ссылка туда. Вопрос, ребят. Сереж, я обслуживаю. Вопрос такой. Смотри. Получается, вот, ну, смотри, у вас теряется самосуть использования... Ну, это ничего, что теряется. Немножко уходить от Сорма до его идеологии. Бихат тестирует вращу к безусловикой. То есть на самом деле, Бихат это чистая безусловика, обвиненная на реализацию. Картенцируется. Да. На реализацию. То есть я смотрю тот пример, когда ты говорил про UI, фактически ее все теряют. Это не BDD, это UI-тестинг. Я уже думал, что у нас оно как бы называется B-HUD, и все говорят B-HUD тесты, B-HUD тесты. Это не B-HUD тесты, это UI тесты. Это даже не BDD тесты, но подход именно BDD, и это можно сделать BDD. У Константина Кудряшова, который давно к нам не приезжал, значит, есть доклад на эту тему, он советует, значит, если вам нужны UI-тесты, ну типа надо, и вы можете делать два контекста. Один контекст, вот этот Gepkin Syntaxi будет один, один контекст будет тестировать вашу доменную модель, то есть ваш код, они будут проходить быстро, а UI-тест можно отдельно лежать в отдельном контексте. Дольше, дороже, сугрозно. Сереж, скажи общее количество тест-кейсов в Oro, то есть сколько это по времени полный набор ваших сиитов пробегает, и задумывался ли ты над проблемой параллельности, если задумывался, то чем решил. В точку. Специально посмотрел перед докладом, ну, вернее, дома еще посмотрел. 630 сценариев, порядка 800 степов, и 23 минуты это все крутится на 360. Это самый большой тест-кейс. Это долго, это дорого, это ужасно. Поэтому я думаю, что, так как у нас фича, это атомарная единица, мы можем теоретически тестить наши тесты настолько дорого, насколько самая долгая фича у нас выполняется. То есть мы можем наделать контейнера, как мы любим, и в каждом контейнере выполнять по одной фиче. Пожалуйста. Одна фича, ну, где-то в среднем минута. То есть все ее тесты, например, 5 минут. Ну, дело техники. Это следующий доклад будет. Спасибо. У меня вопрос по поводу, так сказать, русскоязычных заказчиков и пехата. Они описывают на английском языке правильно, и не многие, так скажем, не все будут понимать английский. Так вот, что лучше, заставлять, грубо говоря, все равно, короче, писать и пихать тесты на английском, или все-таки переводить на русский и писать спецификацию, которая будет, ну, так сказать, которая придумана на пехата, чтобы поставить. Ну, видишь, тут вопрос риторический. Ну, а ты знаешь, да, что можно на русском писать? Да, да. Я именно поэтому и спрашиваю. Что лучше, все-таки писать на английском или делать? Ну, тут вопрос риторический зависит от многих причин. То есть, если вы планируете, что у вас команда будет интернациональная или она у вас уже интернациональная, пишите на английском. Английский знает все. Есть ли все равно какие-то суперсложности? Ну, я не знаю, какие могут быть суперсложности. Ну, можно перевести клиенту, который не понимает. Ну, важная персону, ему нужно отдельно перевести. Не знаю. Я привык, я вот слайдер делаю на английском. Все понимают английский. Это просто. Вот. И второй вопрос по поводу вот как раз того, что долго выполняется. Есть ведь сценарии, которых больше и они выполняются там больше 20 минут. Вы просто задавали вопрос, мне просто интересно, есть ли оно будет там выполняться. Ну, допустим, какой-то нужно баф попиксить, да? Ведь все равно выполняются все тесты. Нет. Есть атомарная единица. В ВИХАТе атомарная единица сценарий. Ты можешь выполнить один сценарий. В ГОРО у нас атомарная единица фича. Ты можешь выполнить одну фичу. Одна фича проходит в среднем одна минута. То есть как-то, когда фиксится одна какая-то штука, проходит специальный именно на нее тест. Правильно? Ну, то есть... А это как-то разбивается или, ну, кто это регулирует? Какие фичи? Относятся к конкретному багу, так скажем. Ну, вот, если я там фиксу какую-то фич, как они соотносятся с определенными тестами? Кто это делает? То есть это заранее как-то планируется все? Или это разработчики? А как можно запланировать баги? Если баг с ничьей... Нет, я имею в виду, что баг относится к какой группе тест? То есть как понять, что именно вот эту часть тестов, эту фичу там нет? То есть ты говоришь не про то, что фича поломалась, а про то, что нашли баг, а он в фиче не описан. То есть поведение... Получается... Ну, поведение... Я вопрос... Смотри, Сергей, я дополню. Вопрос в том, что есть, там, к примеру, там, баг связанный с тем, что ошибку допустили. Типа, ну, написали не юзера там, юзер без буквы Е, да? Ну, собственно, это баг, и вы его начинаете фиксить, его пофиксили, а они гоняете на этом, на этом изменении двадцать три минуты всех тестов. Да, 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 да. Вопрос вот в этом... Не-не, все тесты все равно запускаются. Они, ну, приложение, оно же цельное. То есть как бы где-то... В одном месте по фиксел, в другом упало. Да, смысл то, что есть, к примеру, там, значимость какая-то... Я знаю, да. Ну, беда. Это беда. Еще вопросы, ребята? Вопрос по фикстурам. Вот мы с Сашей работали там, давно на проекте, и пришли к такому решению, что часть фикстур закружаются через YAML файл с помощью ELIS, часть фикстур ELIS. Вот. Какие последние тенденции в этом направлении также вы используете? Какой процент фикстур в YAML или какой процент ELIS фикстур? Ну, у нас в CRM платформе больше ELIS фикстур, в коммерсе больше ELIS фикстур. Проблема именно в сложности доменной модели, как построили программисты вот именно загрузить фикстуры это чисто техническая задача. Если я могу сказать, что у меня есть юзер, окей, он типа юзер, юзер. А я не могу сказать, что у меня есть товар. У товара есть категория. У категории там еще есть какие-то связи. И типа все описывать это в сценарии инлайном нереально. Приходится технические в ELIS не описывать. Ну, т.е. в итоге все равно комбинация инлайн… Да, да, да. Ну, т.е. это немножко, конечно, плохо, потому что типа стейкхолдеры, типа QA, бизнес-аналитики, они не читают ELIS фикстуры. Им приходится как-то это догадываться, что это тег. Это правда. Но если у первого на текстурах будет какой-нибудь кастумер, и теперь надо будет добавить какой-то новый кодер всем кастумерам, и в первом текстуре по кастумерам будет 20 фича, это можно на все 20 фичей добавлять, правильно? Да, да, да. Ну и как бы яму, ну яму можно там везде одинаково использовать. Ну, да. Пока такого не было на самом деле, но я буду следить за этим. Угу. Если будет такая проблема, мы будем его как-то решать. Пока такого не было. Вот еще последний вопрос у кого есть. Спасибо. Вы сказали, у нас используется где-то 600 или 800, 700 тестов, да? 800 степов. Да. Сценарий. Сценарий в 68 или 88. Ну, я думаю, все видели пирамиду тестирования, да, где у нас написали много юнити. Да. Интеграционные, да. Вот B-Hart, по сути, находится где-то ближе к вершине. B-Hart. Ui-test. Давайте говорить Ui-test. Да, да. Вот то, что вы пока говорили. На практике, когда вы реализовываете фичи, да, вы пишете, к примеру, там, ну, два сценария на B-Hart. Сколько вы пишете у интеграционных юнитестов? То есть, можно ли писать меньше сценариев, но компенсировать это более быстрыми или безумных генерационных текстов? Как на практике это получается? Здесь очень хороший вопрос, на самом деле. У нас, ну, скажем так, у нас на проекте, на коммерсе, насколько я знаю, 100% покрытие юнитами. Ну, типа даже. А коммерс надо. А? Адекватное покрытие. Адекватное покрытие. Адекватное покрытие. Спасибо. Ну, там, на платформе у нас есть требования 75%. Суть не в этом. Вопрос хороший в чем? В том, когда есть два вида проектов. Первый проект, когда вам приходит на поддержку какой-то проект, без тестов, вообще, короче, слабший слог. Как вы его будете рефакторировать, как вы его будете тестировать? Вы пишете UI-тест. Behavior-тест. Behavior-тест. Которая тестирует поведение. И потом начинаете менять, там, рефакторить, писать юнит-тесты. Потому что написать юнит-тесты на лапши-код сложно и даже невозможно. Если вы пишете проект Сунаряд, вы правильно, вы пишете много юнит-тестов и чуть-чуть UI. Вот рецепт. Готов. А потом отдаете на поддержку, и они начинают писать юнит-тесты. В смысле? А, ну да-да-да. Вы же не писали тесты, вы же просто, короче, сделали вид, что вы писали. Не, на самом деле, если вы пишете тесты, то, как бы, UI может и не надо. Ну, как бы, для лучших, то, конечно. Какой UI есть, там, допустим, на сервисах на API построен? Нет, никакого UI. Вам и дыхать не нужно, если у вас сразу. Ну да. На самом деле, на самом деле, вот, вот, у меня секунда и написание юнитов у меня секунды, и у нас он видит, ребятам расскажет. После обеда. После обеда. Как раз это можно сделать. Спасибо большое. Спасибо большое.